Тонкой черной змейкой тянется новый водопровод по центральной улице сельского поселения Нестеровская. Укладка водной артерии протяженностью более километров выходит на финишную прямую. Новые трубы диаметром 110 сантиметров заменяют старые метр за метром. Новую водопроводную линию прокладывают из полиэтиленовых труб. Такой вариант хорошо подходит для этих работ, так как этот материал обладает высокой прочностью, устойчив к перепадам температур, а трубы не влияют на качество воды, то есть из них смело можно пить. После такой спайки две трубы становятся единым целым. Такая связь со слов рабочих ничем не слабее цельной трубы. Прокладка нового водопровода стала реальностью благодаря местным меценатам. Сначала один пробурил новую скважину глубиной 350 метров, другой установил отдельный трансформатор, а третий взял на себя расходы на покупку и прокладку труб. Мы сейчас подсоединим с этими людьми эту школьную улицу Лермонтова и Аженкидзу улицу. Потом мы отсоединим старые сети, из-за этого остальные улицы, 11-я армия, Мира, Московская, вода будет. У них побольше воды будет, а эта скважина будет обслуживать, эти две-три улицы. Вот эти улицы, про которые я говорю, Аженкидзе, Лермонтове, 100% у них вода будет зимой и летом без перебоя. Водопровод пришлось заменить из-за ветких железных труб. Прослужили они недолго, 15 лет. А после вода в трубах стала головной болью местных жителей и администрации. Алихан Евлоев по улице Лермонтова живет уже 60 лет. Отлично помнит, как в конце 90-х проложили водопровод. Тогда это был большой праздник. А вот сегодня грязь и лужи. На улице, где живет Алихан, сейчас два порыва. И ремонтировать их не имеет смысла. Жить с лужей у ворот жителям придется недолго. Через пару месяцев власти села обещают закончить прокладку водопровода на этой и еще трех улицах сельского поселения. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.